Доброе утро! Давайте продолжать наш с вами игрок. Мы с вами немножечко покопались в основах экологии. Зачем это сделать? А сделано это вот зачем? Это может показаться, что если, допустим, произошел какой-то новый тип живого организма, выяснилось, что он вроде как сразу не обязательно помирает, то вот это у нас уже и есть новый готовый вид. Ничего подобного. У нас пока бомж. Пока такое живое существо никак не вписано в достаточно сложную структуру, которая объединяет абсолютно все живые организмы на нашей планете. И жить вне этой структуры на самом деле просто невозможно. Такая структура будет называться «экосистема». Небольшое продолжение. Экология – «экосистема». Сначала разберем относительно простую составляющую экосистемы биологическое сообщество. На самом деле, примеры разных биологических сообществ вы знаете. Вполне себе. Система популяции разных видов живых существ, обитающая на общей территории и связанная разнообразными связями, называется биологическое сообщество. Итак, вот это и есть сообщество. То есть, о чем это речь? Во-первых, обратите внимание, не про отдельные живые существа, а именно про популяцию. Так, полноправный участник сообщества – это некоторые популяции. Хорошо. Во-вторых, немножечко масло масляное. Дело в том, что любая система подразумевает взаимосвязи между своими учреждениями. Но здесь важно было подчеркнуть, что это взаимосвязи разного характера. Важнейшими и теми, которые в первую очередь анализируются, так называемые пищевые взаимодействия. То есть, если говорить совсем просто, кто кого есть. Проблемы еды. Кроме этой проблемы, какие еще проблемы есть? Кто где живет? Кто где живет? Квартирный вопрос. Кроме этой проблемы. Проблемы паразитизма. Для паразитизма. Для паразитов – это, конечно, проблема еды. А для хозяев – это проблема эпидемии и подобных неприятностей. Или кто в тех же. Так что взаимосвязи действительно самые разные могут быть между обитателями одной территории. Ну и давайте самую простую конкурс, которую вы почти наверняка знаете. Поделим обитателей одной территории, обитателей одного сообщества на три разные профессии. На самом деле совершенно необходимо, вот минимум-минимум, так? Чтобы на данной территории обитали хотя бы представители двух профессий. Без третьей, в общем-то, худо-бедно обойтись можно. Плохо, неустойчиво, но можно. Да? Самое интересное, без нас можно обойтись. Всех членов сообщества можно определить, вот по какому принципу. Первая группа – производит органику. Сами могут строить органику из неорганик. Такая группа живых существ будет называться «продуценты». «Продуценты» – это название профессии в сообществе. Потому что если с другой точки зрения их оценить, с точки зрения типа питания, то все «продуценты» – это кто? Затрубка. Затрубка, конечно. Для того, чтобы «продуцент» производил органику, необходимо выполнение нескольких условий. Значит, во-первых, нужен сырье. Сырьем являются углекислый газ, вода и минеральная соль. Ну, на самом деле, строго-то говоря, конечно, не соль, а что? Ёмкость. Ну, потому что в горном растворе все соль диссерпля. А нерастворимая соль живой организм не может включить в свой орган. Они просто никак не включаются. Но есть еще одно условие, чтобы продуценты могли создавать органику из неорганики. А не еще редукция? Нет. Вот создавать нужно без сельфер-родукцента. Итак, для того, чтобы любой продуцент мог создать органику из неорганики, сырья недостаточно. Энергия. Энергия. Поэтому, видите, выделяют рогимцелетом. Продуценты – это потребители внешней энергии. Они ее используют для биосинтеза, для создания органических веществ из неорганических. Отлично. В результате в их телах накапливается органик. Другие живые существа могут это органик воспользоваться. Пау-рег. Это те решенцы, у которых нет своих преобразователей внешней энергии. Чтобы жить вот в этом режиме, надо иметь преобразователь внешней энергии. А он есть не у всех клеток, не у всех живых существователей. А органика нужна всем. Так что у второй команды единственный выход. Использовать тела вот этих. Уже созданную органику. Такая вторая команда, вторая прогрессия будет называться «потребители» или по-латыни «консументы». Итак, органика, созданная продуцентами, передается потребителям, консументам. А вот теперь хитрый вопрос с подковойкой. Есть ли на нашей планете бессмертное существо? Нет. Наивная девочка. Я же вам сказал, что вопрос хитрый и с подковойкой. Давайте попробуем определить смерть. Смерть это что такое? Останавливаются все протесты в организме. Так, а что с самим организмом происходит? Разлагается. Разрушили? Согласны? Да. Отлично. Обязательно ли все живые организмы окончают свое существование смертью? Нет. Грибы. Грибы. Ну да. Грибы бессмертные. А почему? Ну вы же сказали, что мицелий только простой сень. Разлагаются листья. То есть вы считаете, что мицелий, который возник где-то в лесу, будет существовать лично? Низима никто не дождится. Нет, ребята, так не выйдет. Не выйдет. А сами бактерии, которые злобили? И растения есть, древесные, допустим, страшно долго живущие, по несколько тысяч лет живущие. Но в конечном итоге что с ними? Разрушается. В конечном итоге умерают. А вот кто у нас реально бессмертен? Те, кто бы разлагает. Да, ребята, чем кончается индивидуальное существование одноклепочного? Делением. А деление – это смерть? Нет. Извиняйте, это процесс прям противоположной смерти. Так? Так что для одноклепочных смерть, конечно, невозможна. Ну, в виде несчастного случая. Ну, допустим, его кто-то слопал. Несел. Так? Ну да, он умер, его переварили. А вот если не слопал и не убил палкой и так далее, тогда индивидуальное существование кончится смертью, чем другим? Делением. Итак. Так что грамотно сказать, что на нашей планете нет живых существ с бесконечным личным отрезком существования. Да, у всех личная жизнь кончается. Только это два совершенно разных способа. Либо у нас у многоклепочных смерть, либо у одноклепочных деления. Так? Хорошо. Ну, а поскольку для простоты говорим о сообществе на уровне существ, которых вы хорошо себе представляете, многоклепочных, то вот все вот эти ребята, продуценты, консументы, они многоклепочные, значит, конечном итоге что с ним будет. Умер. Умер. Классно. Умер. Классно. После момента смерти тело осталось, да? Да. Да, уже мертвое тело. Скажите, из каких веществ оно состоит? Из мертвых. Вах. Вещества не бывают мертвые живые, вас обманули. Из каких веществ состоит труп? Из органики. Ровно из тех веществ, из которых стоял живое тело. То есть из органики. Это ясно? Да. Смотрите, какая неприятнейшая вещь у нас с вами возникла. Это органика. Что продуцентная, что консументная. Из чего построено? Вот материал. Откуда взята масса веществ, из которых построена органика? А продуцент? А продуцент откуда эту массу взяли? У нас есть закон сохранения массы энергии. Из целого. А что могу? Вот. Вот она. Ага. А теперь давайте с вами прикинем, а с какой скоростью вообще могут размножаться живые существа. Если вы видите, насколько важную закономерность мы с вами получим. Игрушка будет очень простая. Поиграем с бактерией. Ну просто проще организованных живых существ нет. В благоприятных условиях некоторые бактерии могут делиться раз в 20 минут. Но мы таких рекордсменов брать не будем. Возьмем такую более мирную бактерию, которая делится раз в час. Итак, один час цикл жизненного периода для нее. Отлично. Масса каждой бактерии одна миллионная грамма. 10 в минус 6 грамма. Сколько будут весить потомки этой одной единственной бактерии через сутки? Прошу математики. Задача простейшая. Бактерия делится каждой частью. Масса одной бактерии одна миллионная грамма. Сколько весят потомки этой бактерии через сутки? Прошу. А нужно точно это ответить? Ты можешь? Вообще это. Ребята, до порядка. Простите. Каких мазок меряется? И о количестве. Вы количество посчитали славно. У нас речь о массе сколько здесь? Чего? 2 грамма. Так, нормально. Проходим. Первое деление уйдет на то, чтобы получить двойку. Да, 2 в первую. Две бактерии вы получаете в конце первого часа. И сколько часов остается? 23. 23. Сколько раз вот эта двойка будет умножаться на себя? 23 раз. 23 раз. Ну, 24 раз 23. Не, не, не. 2 в первую, да? Это после первого часа. Да, 2 в первую. 2 в вторую после второго часа. 2 в вторую после второго. После 24, 2 в 24. Давайте рассуждать свою. У вас в начале первого часа одна бактерия? Согласны? Согласны. Когда появятся две бактерии? В начале второго часа. В начале второго часа. Сколько числов осталось у нас на наш эксперимент? 23. 23. В конце каждого часа из 23. Что будет происходить с конечным бактериям? Удваивается. Как называется умножение числа само на себя? Возведение. Возведение в степени. Да. Вот эта двойка, которая появилась не с самого начала, не со старта. Так? А в конце первого часа сколько раз будет умножаться само на себя? Возвращение. Сколько раз она будет умножаться само на себя? 23. 23 раза. Умножаться на 20. Ну, хорошо, отлично. Возвозим 2 в 23 степени. Да. 2 в 23 степени. Отлично. Это количество бактерий, которое через сутки будет. Ну, умножение на 20. Умножение на 20. Так, а теперь попробуйте вот это число представить в каких-то более удобово варимых формах. Ну, примерно, это что такое? 2 в 10, по-моему, на 2 в 10 где-то. Да, 2 в 10 это у нас что будет? 24. Совершенно верно. То есть, где-то порядка миллионов. Да. В результате, в конце первых суток у нас масса полученная 6,5 грамм. Вопрос. А во сколько раз возросла масса за сутки? Во сколько раз возросла биомасса системы за сутки? Миллион. Вот, в эти 6,5 миллионов раз и возросла. Вопрос. А к концу вторых суток сколько будет весить, потом столь то же самое бактерии? 6,5. Ага. 6,5 миллионов, подножить на 6,5 грамм. Давайте с точностью до порядка, прикиньте. Миллион 36. А. Ну, будем считать 6 миллионов. Да. Вот, чтобы просчитать было. 6 на 6 миллионов. 6 на 6, 36 чего? Миллион. Миллион чего? Грамм. Переведите это. Ребята, ну неудобно с миллионами грамм работы. Переведите, у вас что-то понятное. На 2 тонн. В тонн. И так, ну давайте в тонн. 36. 36 тонн. Нормально. Двое суток прошло. А от одной бактерии у нас биомасса 36 тонн. А к концу третьих суток? Ну, да, 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 да. Ну, еще не все. Понятно, что еще на 6 миллионов. А у нас всего 3 дня прошло. Если мы на графике снесем эти данные, что мы получим? Пусть масса, а вот это время. Как будет выглядеть график? Вот такая вялая или вот такая? Да, вот такая. Очень резко возрастающая. Кто понимает, вот эти различия, от какой характеристики живых существ зависит? Врево времени. От скорости размножения. Вот это, такой график получен для каких живых существ? Для размножающих. Помидор не размножается. А вот это самое быстро размножающиеся. Почему это важно? Запасы углекислого газа в земной атмосфере. Вообще, если спросить, могут ли они когда-нибудь кончиться? Запасы углекислого газа во всей земной атмосфере. Любого нормального человека. Да. Ну, он посчитает, что это шутка какая-то. Вся земная атмосфера, гигантское количество углекислого газа. Но стоит нам включить неуправляемое размножение живых существ. И что у нас произойдет с вот этими исходными веществами, из которых строится это тело? Они закончатся. Они закончатся. На земном шаре закончится вода. На земном шаре закончится углекислый газ. На земном шаре закончится строго определенная соль, которая в дефиците для живых существ. Куда все эти вещества денутся? В свои мертвые тела. Они превратятся в органические соединения мертвых тел. Понятно, что никакой такой устойчивой жизненной планете на этом пути получить нельзя. Даже если жизнь возникла, она существует в крайне короткое время, после чего полностью исчерпала планетарный ресурс и спокойно исчезла. До следующего раза, пока опять случайно не возникло. Вот для того, чтобы это безобразие прекратить, ваше предложение, как сделать жизнь устойчивой. Нужно создать тех, которые расставали полутиорганические. Да, именно основу жизни которых, которые на процессе обратно к продуцентам. Такая группа будет называться редукценты. Главные редукценты на нашей планете – это бактерии и грибы. Именно они в ходе своей жизнедеятельности разлагают органику до простой неорганики. В результате получаем следующую замкнутую схему. Схема движения вещества замкнулась в кольцо. Подобная схема называется замкнутая цепь питания. Стоп, стоп, стоп. К сожалению, как правило, в школьных программах экологии на это дело кончается. Хотя, это настолько глубокое упрощение реальных процессов, что буквально на границе создания ошибочной картины. Скажите, пожалуйста, а зачем вообще редукценты используют органику? Хорошо, бактерия слопала некоторое количество органической массы. Зачем? Питание. А что такое питание? Питание – это получение органики. А я спрашиваю, зачем питается? Что он дальше с органикой-то делает? Перерабатывает. Перерабатывает на что и во что. А главное, зачем? На что ты спрашиваешь, что ей нужно? Еще раз, попробуйте ответить на вопрос «Зачем?». Ну, может быть, она разлагает эту органику. Она не может? Тихо, по очереди, по очереди. Может быть, она разлагает эту органику на неорганику, для продуцентов или после этого? Для продуцентов. То есть, такой атруизм чистый. Сижу и работаю для других, да? Ребята, это миф. Может, отложить энергии для… Так, отлично. Скажите, пожалуйста, а зачем нашим клеткам органик? Вот вы слопали сникер. Зачем? Переварили, клетки получили органику. Зачем? Что они с ней делают? Ну, энергия. Первый вариант использования. Окислим и на выходе этой системы, окислительно-восстановительной, получим некоторое количество энергии, которую предка может использовать. То есть, органика в качестве топлива принимается. А еще? Нужна органика, чтобы что-то создавать. А если мы можем создавать свою органику, то нужно откуда-то ее получать. Именно так. Второе направление – органика в качестве стройматериала. Мы просто используем эти молекулы для восстановления вышедших из строя систем своего тела, для их ремонта, роста, обновления и так далее. Итак, то есть, на самом деле, вот у нас два основных направления обмена веществ. Ну, это как можно изобразить? Богжевая стена, она получила органику. Каким образом, нам не важно. То ли внутри создала, то ли с улицы готовую получила. Важно, что у нее появилась органика. Так? Значит, органика может быть использована двумя терминами. Либо в качестве стройматериала, либо в качестве топлива, источника энергии. Вот эта группа процессов будет называться пластический обмен или строительный обмен предки. А вот эта группа – энергия. Теперь давайте подумаем, а какой важнее? Оба важнее. Они все. Оба важнее. Дело в том, что они завязаны друг на друга. Все реакции биосинтеза, построения органика. Вот мы получили, строим материал и строим что-то внутри клетки. Они требуют раскопа энергии. Поэтому пластический обмен от энергии зависит? Да. Если мы не получили энергию, мы ничего не построим. Такая у нас зависимость есть. Каким образом клетка энергии-то получает? Она перерабатывает. Что такое перерабатывает? Использует в строй. Как использует? Ферменты. Ферменты. А, отличие. Ферменты строят. Понятно, что это каталитические реакции. Вот эти. А если ферменты вышли из строя, сколько энергии вы получаете? Примерно в миллион раз меньше. Вам этого хватает? Нет. Мягко говоря, нет. Так? Ответайте мне на вопрос. А вообще, белки-ферменты, это химически устойчивые вещества или нет? С вашей точки зрения, сколько времени сохранят? Вот клетка синтезировала молекулу, там, я не знаю, чего, какой-нибудь, пепсидаз, белка, разлагающую белоку. Так? Ну и сколько времени от молекулы сохранить свои свойства? Долго. Долго, два часа. А через два часа сломается. А после того, как ферменты вышли из строя, даже нужно померить, что надо? Еще ферменты. А откуда их взять? Строить. Построить. Так? Так что две эти формы обмена веществ завязаны друг на друга. Одна без другой просто не идет. Ну и в качестве довесечка к основной физиологии. А то, что мы сделали, это схема основной физиологии живого организма. То есть главный физиологический процесс. Вот этот процесс получения органики, как называется, по-русски? Съем. Питание. Вот этот процесс получения энергии. Как называется по-русски? Процесс получения энергии. Переваривание. Упаси Богу. А дыхание? Ну, конечно, это и есть клеточное дыхание. Дело в том, что для привычного нам дыхания в качестве окислителя что используется? Кислород. Кислород, конечно. Кроме органики надо сюда еще угла запили. Вот оно, внутриклеточное дыхание. А теперь костер когда-нибудь жили? Да. Или печку топили? Да. Ага. Вот когда дрова полностью прогорели, что остается на месте костролища или углей? Углей. Не угля. Полностью прогорели. Зола. Зола и пекла. В чем принципиальная разница? Угли дальше горят? Ну, вот. Да. Еще как? При этом, как по-разному, когда энергии будет выделено больше, то есть нагрев сегодня произойдет. Когда дрова горят или когда угли горят? Когда угли горят. Конечно, когда угли горят. Да? Уголь-то как раз при отчислении дает чуть у меня больше половины энергии горит. А вот когда прогорело все, осталось зола. Зола – это вещества, которые в этих условиях не кицеются. А теперь представьте себе, что вы топите печку целый год и никогда не чистите под бувал. Что с печкой? Засориться. Ага. После этого топить ее можно? Нет. Она вышла из строя. Исходя из этого, если у нас здесь идут кислительные процессы, конечные продукты, уже не окисляемые, накапливаются, что с ними необходимо выводить? Выводить. Их необходимо выводить. Вот третий процесс, который совершенно необходим для всех живых организмов. Итак, первое – питание, второе – дыхание, третий – выделение. И вот так вот они взаимосвязаны. И этим клетки бактерий ничем не оключаются от наших клеток. Ну а при энергообмене во что превращаются в нашем теле, допустим, глюкозы? При энергообмене, при внутриклеточном дыхании? Кислород про футу и СО2. Кислород про футу и СО2. Числород про футу и СО2? Нет. И мотал. И мотал. И мотал. Помните о уравнении патасинтеза? Да. Коэффициенты скажите, нет? 6,2 плюс 6,2. 6,2. Ребят, чтобы не уравнивать каждый раз, как проще все запомнить? Коэффициенты висит из шестерки, кроме глюкоза. Так? Ну и кислород как-нибудь в патасинтезе выбрасывается. А теперь такое же обобщенное уравнение кислородного дыхания. Так вот выглядит. Коэффициент, подскажите. Опять 6,6,6. А, да. Что он может сказать об этих двух реакциях? Они взаимно. То есть я... Понятно, что они обратно друг к другу. Я просто мог не писать уравнение дыхания. Достаточно было бы что сделать? Вот так. Верхняя стрелка – это патасинтез, нижняя стрелка – это словародное дыхание. Это два взаимообратных процесса. Хорошо. Но это если у нас дело с сахаром. А если клетка топит белками, окисляет белок, используя, точнее, для энергообмена белок, кроме СО2 и H2O, что обязательно пойдет? Сол. Какие-нибудь составы белка, какие-нибудь. Фосфат. Фосфат. Ну, фосфат как раз в аминокислотах не то что. А вот что там обязательно будет? В любой аминокислоте. Азот. Азот. А теперь вспомним о схеме. Азот – это элемент исключения в большой степени. У большинства элементов, если мы их окисляем, допустим, кислородом. Так? Эта реакция сопровождается выделением энергии или поглощением энергии? Выделением. Выделением. Экзотермический процесс. Так? Углерод, сжига кислорода. Милу этого костра нужно греться. Выделяется энергия. Азот, ну как дела? Ровно наоборот. Ровно наоборот. Окисление азота эндотермическое. Если вы зажгли костер из азота, то этот костер как работает? Наоборот. Как холодильник. Наоборот. Температура вокруг этого костра резко падает. А до скольки градусов? Значит, ну, все зависит от условия кислорода. А в результате, если окислительные процессы у азота эндотермичны, то восстановительные костианы? Наоборот. Экзотермичны. То есть у азота энергия будет выделяться не при окислении, а при восстановлении. А какое из хорошо вам известных веществ является хорошим восстановителем? Не окислительным, а восстановителем. Натрий. Натрий, да, действительно очень хороший. Одна проблема, натрий в воздухе мало. Да и в составе живых организмов, натрий, там, в слегах. Водород. 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 Хороший восстановитель, вполне. Поэтому, после того, как азот, содержащий соединение, прошли энергообмен, они превращаются в оксид азота или во что-то, друг? В соль. Азот. Взял азот, соединился в водороду. Что получил? Наши четыре. Именно так. Только Наши четыре, это ЙОН. Наши четыре ОАШ. Аммиак. Аммиак, энергии. Итак, первичный продукт, получаемый при энергообмене азотсодержащих веществ, это аммиак. Просто иначе от азота получить энергию невозможно. Он, наоборот, заберет. Так? Вещу неприятнейшая. Аммиак сильный внутриклеточный яд. Так? Значит, и поэтому большинство живых организмов вынуждено, вот животным, в частности, все, иметь даже специальную систему органов, для того, чтобы выбрасывать из тела производное азотообмено. Как называется такая система органов? Водерительная. Да, вся водерительная система. Одна из основных ее задач избавления от конечных продуктов азотистого обмена, азотного обмена. Хорошо. Так. А если в качестве топлива хосфор, содержащего вещества, у вас пойдут соль, каосфор, натрий, содержащий вещества, соль и натрий, и так далее. То есть, что делают редуценты с той органикой, которую они получили? Ровно то же самое, что и мы. Здесь нет никакого отличия, нет никакой тайны. Они просто используют ее для стройматериала и для энергообмена. В ходе энергообмена на что превращается органика? Вот оно там во что и превращается. Да. Аммиак. Куда это делать? Отлично. А про соль и азотные кислоты слышали? Слышал тоже, что такие есть. А как называться-то у нас будет? Слово селитра. Слышали как-то? Селитра самое разное. Дело в том, что аммиак отлично растворимого в воде дает как раз наш 4ОАЖ, по своим химическим свойствам наш 4ОАЖ. Что такое? А героксид. А нет, это только соль. А на какой это? Соль. Нет, не соль никакая. Наши 4ОАЖ никакой. Основание, ну причем не очень слабое, а концентрация зависит, это основание. А если это основание, то с оксидами не металлов будет вступать в взаимодействие? Да, будет. Будет. И будет давать соль. Аммиак. Все понятно? Ну а дальше получили соль, дальше уже сними. А теперь давайте подумаем. А вот сами консументы совсем не участвуют вот в этом возврате веществ на продукцентов? У вас что, вообще нет энергообмена? У нас есть. Есть. А какой энергообмен, та капель, которую вы съели, во что превратилась? В СООБА. В СООБА, 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 Вопрос вот в чем. Может ли вы полностью усваиваете пищу? Нет. Нет. Понятно, что усваиваете вы в лучшем случае половину массы, а остальную часть сбрасываете. А вот разные варианты бактерий и грибов, они полностью разобирают органик. Всегда можно найти группу бактерий или грибов, которые работают с данным вариантом органики. Поэтому говорят, что редуценты производят окончательную редукцию. Все, что синтезировали продуценты, редуценты разберут обратно. Поэтому количество вещества, которое по кругу ходит, не изменится. Это конкретно. Столк. А теперь давайте думать. У нас при энергообмене, так? Энергия выделяется? При энергообмене. А зачем клетка использует вытревшуюся энергию? Чтобы сделать что-то. Во-первых, для синтеза. Раз, согласен. Во-вторых, процесс жизнедеятельности. Ой, очень плохо. Процесс жизнедеятельности. Ем, сплю, бью, хожу в сортиру. Вы это все путаете друг с другом? Или это все-таки разные вещи? Разные. Разные вещи. Поэтому ответ типа, это нужно для жизни или для процесса жизнедеятельности, показывает, что человек просто ничего не понимает. Потому что для жизнедеятельности нужно очень много разного. Разных вещей. Жизнедеятельность неоднородна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова